Пока Христос не вознёсся на небо, будет Вознесение. Вы просто не знали. И пасхальные гимны поются, пасхальные молитвы. Вот и 40 дней. Воистину воскрес. Да, воистину воскрес. Вот смотрите, наши знания откуда идут? В Гиблии. Она самая. Самая популярная книга. 77 книг в переплёте. Писали её примерно 40 авторов. Примерно 1600 лет. А теперь переведённая. Я не уйду, я буду сидеть ждать, только по-быстрому. Секунду. Человек пошёл Библию показать, и попросил. Вначале подумал, что-то он не будет разговаривать. Он начал разговаривать, и поэтому у вас начало записи потеряно. Я забываю тут всё это делать. Один. Один. Сегодня у нас вот, о вероятности, 13-е уже мая. 13-е, правильно, 2019 года. Вот теперь сейчас ещё, если Господь продлит, пошёл Библию взять, конечно, говорит, есть. Ну, посмотрим, если есть. Во славу Божию. Начинаешь говорить, и у всех что-нибудь некогда. Вот как будто бы все по память сделали. Те все бегут куда-то, некогда. Главная задача проповедь, священство должно заниматься. Не экономия, то есть всё попрали. Попутно сказать. Вот я гляжу, какая там обстановка у меня, какие доски набиты. И мы живём точно так. Вчера выставил ролик. Всё просят, а как вы завтракаете? Я показал, сколько всего на столе в воскресный день. Некоторые осуждают, разве это можно столько есть? Да я и не ел столько. Я показал, что на столе. В Сибири в мороженом виде там разные ягоды сохранились. А там рыба в фольге запищённая. Яйца в смятку на воскресенье это всё. К слову сказать, как раз в эти дни, один Володя уехал. Мы жили двое. Большой пирог жена спекла, тут она у меня за стенкой. Вдюми, дома нет. Овации. Так, ну что-то, видимо, не может найти. Давай. Я попутно рассказываю, как вчера ролики составляли. Уважаемый. Да. Вы меня простите и извините. Оказывается, у меня. Нет, она есть, но. Вы только... Я не знаю, где она. Вы только если можете, сразу предупредить хочу, чтобы не ругались и не курили, пока разговариваю. А, как сказать. У нас очень большой Ютубе канал, называется «Во свете Библии». Вам будет очень интересно. «Во свете Библии». Два слова. Вы мне можете ссылку скинуть? Нет, у меня тут городушка такая представлена, клавиатура закрыта. «Во свете Библии». Если в конце там было, а тем более у нас утром рано, мы ставим сейчас на молитву. Вы в Ютубе, да? Да, я в Ютубе. Ну, сейчас рулетку зашел в Ютубе. Нет, в Ютубе. Да, в Ютубе «Во свете Библии». «Во свете Библии»? Да. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Это я. «Во свете Библии» Игнатий Лапкин. Вам будет очень интересно. «Во свете Библии». «Во свете Библии». Да, Игнатий Лапкин. «Во свете Библии» и «Православный Библийский сайт». Да, молодец. Да. А вы нашли, вы сайт нашли? Это вы зашли, вы зашли-то не в Ютубе. Сохраните это, там все книги, все мои есть. Все, все, сейчас. А теперь в Ютуб зайдите. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А можно вопрос? А вы баптист? Да какой же я баптист? Баптисты не крестятся, я крещусь рукой. Мы православные. У нас там все. Брат у меня священник. Вам будет... Ни хера себе. То-то-то-то. Никаких слов не говорит плохих, чтобы... Да-да-да, брат священник, это круто. Он протоиерей, 40 лет в этом сане. И вот, если зарядите слово митрополит, 3 февраля приезжал к нам в храм, митрополит Алтайский и Барнаульский, митрополит Сергий. Как у нас богослужение идет, какой порядок. У нас нигде с царелкой не ходят, ничто не продается, ни закрещения нигде. Все бесплатно. Во свете Библии, Игнатий Лапкин. Нашли, да? Я подписался, я сохранил ваш ютуб-канал. Да, если у вас будет желание потом встретиться, вы в скайпе, Игнатий Лапкин, зарядите. Это мое... А вы откуда? Барнаул, Алтайский край. Я, честно, умею, умею, конечно, простите. Что-то у вас... Как вас звать? Ну, у вас открылся канал, нет? Да. Да. Вас как звать? Игнатий Лапкин, я же вам говорю. Игнатий. Это я, Игнатий Лапкин. Можно я буду вас звать? Отец Игнатий. Да, ну, мне все равно. Если бы вы обратились к Богу через меня, тогда бы отец был. А так-то это фиксия. Я вам одно скажу. Хватит к Богу. Постреляли уже сегодня. Хорошего. Нет, в прямом смысле постреляли. Мы строим православную деревню с нуля. С нуля. Получили статус. Государство за 27 лет ни рубля не дали. Дороги. Все сами делаем. Столбы... Сделаем. Вы... Я... Теперь я к вам... Я нашелся. Но только чтобы, когда вы придете, были совершенно трезвые. И ни одного слова худого не говорили. Так. Ну, все пока на сегодня, да? У меня женщина. Ну, хорошо. С Алтайского края. О! Алтайский край – это жительница Сибири, как зовут ее? Я сам сибиряк. Вот тебе на. Я родился в городе Колпашево, Томская область. Да, именно так. Колпашево. Там много ссыльных. Ну, все так. Я родился там. А вас как звать? Денис. Денис? Помилует Господь вас. От ненужного избавит. И доведет до Царства Небесного. Ну, Денис, прощаемся. Все пока. Я все. Все с Богом. Найдем. Игнатий. Найдемся. С Богом. Кто я? Параллик. Так. Сейчас еще ругаться начнете. Нет, нет. Ну, вылазь из тьмы-то кромешной. Содомской. Я мусульманин. Ну, мусульманин-то что? Это же не собака. Тоже человек. С мусульманин. За чужими бабами охотитесь. Сгнили здесь, лежите. Блудники. Мусульмане. Вам разрешили этот разврат делать? Так вы теперь на весь мир ползете. Вылазь оттуда. Вылазь поговорим. Я тебе покажу вашу книгу, чтобы ты вздрогнул. Мусульманин. Иди сюда. Гляди. Вот эту книгу ты видал хоть раз? Библию. Да. Видел? Да. Считал? Нет. Нет, не считал. А вот эту книгу видел? Да, да, да. Это наш книг. Ну, можешь считать. Считай, что написано. Вот оно. Ваша книга-то разве позволяет вам валяться где-то? С чужими бабами возжаться? Вылазь, по-хорошему говорю. Вылазь. У нас здесь света нету. Ну, света нету. Господь говорит, я есть свет. Он осветит тебе внутренний дух. Пожалуйста. Ну, что, не будешь вылазить? У нас света нету. Где я? Ну, ладно, все пока. Как просветляет, так вылезешь. Христос воскрес. Воистину воскрес. Воистину. А этим приветствием мы приветствовать будем ни день, ни два. Сорок дней. Пока Христос не вознесется. Считал такую книгу-то, нет? Листал эту книгу. Чего же это вы так? Сами себя потеряли. Мужики-то никакие совсем. 50% голые валяются. Копейки не стоят. Да разве мужика такого настоящая жена будет уважать-то? Ты висей при орденах, при медалях, при погонах генеральских. Только не ругайся. А то сейчас материться начнете. Нет, ни в коем случае. Вроде и в кровати лежу. Ну, вот это ладно тебе. Так, мы пришли сюда, в этот Содом и Гоморру, рассказать людям о Христе. Что Христос умер за нас. Что Христос придет судить этот мир. И никакие прелюбодеи, пьяницы, царства Божьей не войдут. Они будут мучиться вместе с сатаной в огне бесконечно. А праведники будут с Господом Богом в раю царствовать. Кто будет веровать и креститься, спасен будет. А кто не будет веровать, осужден будет. Евангелие от Марка, 16 глава. Вот, а я каждое воскресенье в церковь хожу. Ну, ты доходишь, это правильно. Ходить в церковь надо и соответствовать тому, что Евангелие говорит. Господь говорит, если любишь меня, соблюди мои заповеди. Любовь в этом выражается. Любовь на первом месте. Не похоть, не прихоть, а любовь духовная. Вот мы зашли сюда. Я в рулетке нахожусь сейчас. Я не могу точно сказать, но, наверное, уже дней 80 с лишним. Пришли сюда, чтобы людям рассказать о Боге. Здесь процентов 50 мужиков голые валяются. Никому не нужные. Копейки не стоят. И процентов 80, наверное, из этих, это мусульмане. Весь разврат сюда принесли. А побеседовать, поговорить. А кого говорить-то? День и ночь дежурит, ест и сам смотрит. Как бы голую бабу не пропустить? Срамники, осквернители. И третья тоже стоит с сиськами, трясет и совокупляется, как скотина. Анонизмом занимаются женщины и мужчины. Прямо здесь. Это нигде больше такой рулетки нету. Разве это можно делать? Один раз живем коротенькая жизнь. Одеяло трясется, вроде что-то делает, а сам дохнет. Блудяга. Поговорить не с кем. Великая радостная весть. Христос воскрес. Мировые события показывают, к концу время идет. Ничего этого не видят. Похоть одна. Это Бог все снимет, когда в плен пойдете. Там не до этого будет. Эта полнота-то уйдет. Одни кости останутся. Надо Евангелие читать. Вот если вы бы интересовались, я бы вам большое сокровище показал. А покажите. Записывай. А, некуда. А, нету. Карандаш, бумагу пиши. На слюнях, на стекле напиши. Жалеть будешь, что не узнал. Я пришел-то к вам не ради шутки. У меня времени нет уже совсем. Мне 80 лет. Пиши. Во свете Библии. Сейчас, сейчас, сейчас. Секунду. Это хорошее помощница у тебя. Во свете Библии. Во свете Библии. Дальше. Игнатий Лапкин. Это я. Напиши. Игнатий Лапкин. Это наш канал. Канал называется. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Запиши. Игнатий Лапкин. Это не просто канал. Такого канала нет во всем интернете. Там лично наших 15200 роликов. 15 тысяч. Мы показываем, как деревню православную строим. Как чужих детей в лагере поднимаем. Притом, это все бесплатно. Теперь, если у вас будет желание потом встретиться, вы не забудьте в скайпе. Найдите Игнатий Лапкин. Я один с этой фамилией. Вы на меня выйдете. В скайпе. А вот если... Вот зарядите. У вас далеко компьютер-то? Нельзя там зарядить? Во свете Библии Игнатий Лапкин. Нету. А вот если напишите во свете Библии Игнатий Лапкин, ну не в Ютубе. Это в Ютубе. А через Гугл сайт, называется сайт. Библейский сайт. Там вы найдете море информации. 50 книг моим голосом аудио насчитано. Там книги мои увидите. 38 томов книг написаны. Вы увидите, как мы миссионерскую поездку проехали. Дарили книги библиотеки мира. Мы в Барнауле живем. Мы дошли до Владивостока, а потом до Лиссабона. Прибалтику и Скандинавию. 650 городов посетили. И районных центров. И везде дарили полный комплект книг. А один комплект стоит 750 евро. Ну, вылазь, поговорим. Привет! Здорово впуганули вас. Привет, дедок. Вылазь оттуда. Я вам много расскажу. Что расскажешь? Расскажу, как надо жить. Смотри. Я пришел не с пустыми руками, а с великим сокровищем. Вылезь оттуда. Я буду отвечать на ваши вопросы. А как вы вообще сюда зашли-то? Вы слышите, что я сказал? Христос воскрес. Воистину воскрес. Так, это приветствие будет 40 дней до вознесения Христова. Я вообще-то, знаете, что вам хочу сказать? Так, что вам непонятно? Повторите. Я вообще устал уже от этой жизни. Хочу завтра, думаю. Ну, вы можете сейчас, разговаривая со мной, ни разу, ни разу не заругаться можете? Я не ругался. Вы не ругались. Ну, кто у вас там рядом, чтобы ни одного плохого слова не говорили, не курили? Тогда побеседуем. Поняли. Поняли. Все, пожалуйста, говорите. Я говорю, вот устал уже от этой жизни, мне уже было, все надо. Я сам в интернате живу. Ну, а чего ж устал-то? Потому что без Бога. А по-божьей ты бы был не такой. Вот смотри, тебе сколько лет? Мне 17. 13? 17, 17. 17. А мне сколько ты дашь? 50. 80 лет мне. Ничего себе. 80 лет. Так я еще прошел сколько? Меня за Богом мучили. В пяти тюрьмах пришлось быть. 26 лет меня... В пяти тюрьмах? Конечно. Вы зайдите на наш YouTube, и вы там все это увидите. YouTube заряди. Во свете Библии Игнатий Лапкин. А сколько подписчиков? Подписчиков 36 тысяч. А просмотров 35 миллионов. У нас 15 тысяч 200 роликов. А реклама сколько стоит? А я не знаю. Мы не берем рекламы. Я ни копейки не получаю. А вас кто-то ведет? Да, вот это все они выживают. Во свете Библии Игнатий Лапкин. Зарядите. А не вы ведете это YouTube? Ну, я только материалы ставлю. А там администрация работает, модераторы. Это огромное... Ну, представь себе, у меня еще сайт есть, форум, одноклассники, контакты, Twitter, Facebook, Google. У нас человек... У нас ничего нету. Мы в интернате живем. У нас ни родителей, никого. Ну, понимаете, вот вы уже молодой, 17 лет, и вам уже надоело. А мне не надоело. Так у вас, видите, ведь все хорошо. Так я... Хорошо. Как хорошо-то? Меня выламывали, руки выкручивали, еще только не делали со мной. Это мне хорошо. Да, хорошо. Я за Бога страдал. Вот смотри, у тебя голуби есть? Нету. А у меня три голубятни. В деревне две голубятни и здесь. Я туда-сюда лажу, с голубями вожусь. Мы строим православную деревню, строим с нуля. Что-то ушел, не видать. А зачем тябился? Так, подними голову выше, чтобы видно было.